Алексей, доброе утро! Была удивлена, когда узнала, что вы перевели на русский мюзикл «Мама Мия». У вас есть любимая песня творчества Аббы? Есть, наверное. Хотя я никогда, на самом деле, эту группу не любил. Так уж, прямо всерьез. Я так долго прожил в этой музыке, погруженную в нее, что волей-неволей стал как-то в ней разбираться, ориентироваться. Ну, вы такой отличный текстовик, сочиняете замечательные стихи. Интересно, а жене, детям посвятить стихи можете или только по работе исключительно? Нет, почему не только по работе. Я недавно, совсем буквально месяц назад, написал для своего, ну, не самого младшего, но одного из младших сыновей, написал сказку в стихах, которую они потом поставили в школе. А о чем сказка? Сказка о том, как у мамы смешиваются в голове разные стихи. От того, что она очень уставшая, у нее все сказки в голове переплетаются. И я составил такую компиляцию из стихов Чуковского, Маршака, Барто и прочее. Получилось очень смешно. Сейчас вы участвуете в спектакле по пьесе Вуди Алина «Уйти нельзя остаться». Так где же, откройте секрет, надо ставить запятую? Ответа на вопрос, где запятая мы в спектакле не даем, потому что сами его не нашли. Но ваш персонаж, я так понимаю, что он списан с самого Вуди Алина. Вуди Алин говорил, что он такой пессимист и вообще делит людей на жалких и мерзких. Вот как вам подобная такая градация? Я совершенно не таков. Я людей делю на... Ну, жалкие, пожалуй, да. А все остальные, и их большинство, мне все-таки очень симпатичны. Даже жалкие люди, в общем-то, симпатичны. Но играть очень интересно эту роль, потому что она, действительно, этот персонаж, он от меня очень отличен. Но спектакль крутится вокруг семейных отношений. А у вас есть совет, как сохранить хорошее отношение в семье? Найти жену, которую действительно любишь, и которую не только любишь, но с которой можно жить. Ну, вы нашли, я так понимаю. Ну, а вот, кстати, Вуди Алин считал, что надо искать даже не идеального партнера, а самому быть идеальным партнером. Вот насколько вы идеальный супруг? Ну, я, наверное, не идеальный супруг, но вообще со мной сожительствовать удобно. Я достаточно аккуратен, опрятен, пунктуален, верен, добр по отношению к детям и жене. Поэтому у меня есть, конечно, отрицательные качества, их довольно много. Я достаточно эгоцентричен и много времени трачу на себя. Ну, а ссориться вы с супругой ссоритесь или помните какую-нибудь такую? У нас была за 10 лет одна ссора. Я даже не помню, мы были женаты тоже. Наверное, нет. Наверное, мы еще вот только-только знакомились. Я думаю, что нам для проверки надо было поссориться, чтобы посмотреть, каков будущий супруг в ссоре. А кто должен первым идти на уступки? В нашем случае мы идем одновременно на уступки. У нас как-то так происходит, что нужно достаточно выдержать, ну, я не знаю, 5-минутную или 30-минутную паузу и потом уже мириться. У нас это как-то происходит одновременно. А вы считаете, что каждый из супругов должен заниматься своим делом? Потому что вот когда Амина родила сына, вы сказали ей все-таки, чтобы она шла работать, а не сидела дома. Ну, если бы даже я этого не сказал, то она бы все равно пошла работать, потому что человек очень преданный своему делу и совсем не домоседка и не домохозяйка. Мне хочется, чтобы человек, с которым я живу, был весел, удовлетворен жизнью, поэтому я и никогда этого не буду запрещать и препятствовать никаким образом. Ладно, успехов всего. Спасибо огромное. Спасибо большое.